Действия министра обороны Виталия Моринуцы и президента страны Николая Тимофти вызывают все большее негодование в обществе. Десятки городов, неправительственных и политических организаций требуют отставки главы оборонного ведомства в связи с удручающей ситуацией в рядах национальной армии. Так, местный совет села Кашенко Флорежского района с сожалением констатирует, что смерть призывников в вооруженных силах Молдовы для нынешних властей стала нормой. Анализируя сложившуюся в национальной армии ситуацию, с сожалением констатируем, что служащие вооруженных сил подвержены опасности, а функционирование воинских частей скомпрометировано. Все это следствие безответственного руководства министра обороны Моринуцы и бездействия властей, которые не предприняли в отношении главы ведомства никаких мер. Все это наложило черный отпечаток на имидж нашего государства. В итоге страдает все общество и в первую очередь родители, чьи дети погибли при сомнительных обстоятельствах. Этот ужасающий феномен сегодня становится нормой в рядах национальной армии. Ряд населенных пунктов Новоненского района также примкнули к массовому протестному движению. Власти села Чабановка, Золотеевка и Мирений Ной расценивают ситуацию в вооруженных силах как крайне опасную и выражают свое глубокое возмущение молчаливой позиции органов власти. Считаем своим долгом обратить внимание общество на рост преступности в рядах национальной армии. Все заявления господина Моринуца о том, что уровень преступности в вооруженных силах снизился, являются блефом. Последняя информация пресса о том, что из кассы штаба Министерства обороны бесследно исчезло около 150 тысяч леев и яркое тому подтверждение. Дезертирство, избиение, пытки, унижение призывников – все эти факты регулярно попадают в поле зрения СМИ и стали объектом обсуждения в стенах парламента. Исходя из основополагающих уставных принципов, министр обороны несет персональную ответственность перед государством и обществом за все стороны жизни и деятельности вооруженных сил и каждого военнослужащего в частности. Однако преступность в рядах национальной армии, убийство и самоубийство, сомнительные торговые сделки, расхищение имущества и попытка спровоцировать вооруженный конфликт – все это для правящей коалиции осталось незамеченным. Крайне циничным выглядит отношение президента Тимофти к ситуации в национальной армии, считают жители Шелдонежского района. Напомним, ранее глава государства заявил, что смерть граждан страны, выполняющих свой военный долг, не повод для отставки министра. Складывается впечатление, что происходящий беспредел в рядах национальной армии спровоцирован умышленно. Цель министра обороны – подорвать авторитет национальной армии как одного из символов государства и спровоцировать напряженность на Днестре с целью раскола страны и окончательного отказа от территориальной целостности Молдовы. В связи с этим мы требуем от институтов государственной власти немедленную отставку министра обороны господина Мари Нуце, введение постоянного гражданского контроля деятельности Министерства обороны, возбуждение уголовных и административных дел по всем фактам преступлений и правонарушений, имевших место в рядах национальной армии и публичного отчета правоохранительных структур по данным материалам. Всего за несколько недель тысячи граждан по всей стране поддержали декларации с требованием отправить в отставку министра обороны Виталия Мари Нуце и навести строгий порядок в воинских подразделениях. Обращение с аналогичным посылом продолжает поступать в редакцию новостей Акчен ТВ. Продолжение следует...